МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня. Игровая организация ФНАТИК открыла для себя новую дисциплину Варкрафт Дота. Представляем вашему вниманию новый игровой ноутбук. А также мы ждем вас в нашей школе киберспорта. Сегодня мы рассмотрим основные правила гонок, без соблюдения которых будет очень сложно добраться до вершин виртуального автоспорта. И, конечно, сегодня мы увидим гонку второго этапа российского чемпионата Russian Gallardo Sprint Challenge. Представляем обзор киберспортивных новостей со всего мира. Ветеран игры в Дота Ксектор спустя два года решил вернуться на киберспортивную сцену. Это заявление было воспринято фанатами с большой радостью, так как норвежец закончил играть на пике своей карьеры. Вместе со старым приятелем Элементом он будет сражаться за команду Carrit by Oman. Этот недавно сформированный коллектив состоит из игроков сборной Норвегии и показывает отличные результаты. Российская команда iSports, выигравшая отборочный на ESVC и уже посеянная в группе C, к величайшему разочарованию всего российского Counter-Strike сообщества не сможет отправиться на турнир. Причиной тому стали российские организаторы, которые отказались оплатить победителям поездку в Соединенные Штаты. Остается только болеть за российско-украинский коллектив Virtus.pro, занявший место в группе A. Шведская звезда Counter-Strike 1.6 Z возвращается на родину. Последний год этот знаменитый киберспортсмен выступал за американскую сорс-команду Complexity, которая, несмотря на такого титулованного игрока в своем составе, так и не заслужила признания. На сегодняшний день главный вопрос, в каком коллективе Z продолжит свою карьеру. Скорее всего, это будет одна из топовых шведских команд SK или Fnatic. Игровая организация Fnatic открыла для себя новую дисциплину Warcraft Dota. Состав новой команды был полностью позаимствован у индонезийского коллектива XCN. Такой чести ребята удостоились благодаря хорошим выступлениям на турнире WCG Asia 2008. Там они заняли четвертое место. Это событие свидетельствует о том, что Dota становится самодостаточной киберспортивной дисциплиной. Добро пожаловать в школу виртуального спорта. Сегодня мы рассмотрим основные правила гонок, без соблюдения которых будет очень сложно добраться до вершин виртуального автоспорта. Правило первое. Психологическая подготовка является одним из важнейших аспектов как в спорте вообще, так и в автоспорте в частности. Холодная голова и трезвый расчет в сложных ситуациях помогают добиться, казалось бы, невозможного. В следующих выпусках мы подробнее остановимся на этом. Правило второе. Если вы хотите обогнать впереди идущего пилота, не обязательно пытаться сделать это классическими способами. Часто может хватить психологического давления. Просто постоянно находитесь в непосредственной близости, иногда обозначаете атаки, но затем возвращаетесь на гоночную траекторию и вплотную идите за преследуемой машиной. Под таким прессингом соперник зачастую сам ошибается, и тогда вы спокойно проходите его, выбирающегося с обочином. Мы виртуальная школа. Учитесь на пятерке пока бесплатно. По машинам. Удачи на трассах. Смотрите далее. Этот новый девайс вряд ли оставит кого-то равнодушным. И, конечно, сегодня мы увидим гонку второго этапа российского чемпионата Russian Gallardo Sprint Challenge. Представляем обзор киберспортивных девайсов. Лидирующий производитель геймерского оборудования компания SteelSeries представила новую лазерную мышь Ikari. Из особенностей стоит отметить программируемые клавиши для макрокоманд, которые станут незаменимыми в стратегиях реального времени. Также новинка случена сенсором, обеспечивающим 40 тысяч считываний в секунду. Такая скорость поможет вам проявить себя в полной мере при игре в 3D-шутеры. В любой игре звук играет важнейшую роль, будь то шутер, гоночный симулятор или стратегия. Услышать больше и лучше других вам помогут новые наушники для Razer Piranha. Новинку уже опробовали в деле многие известные киберспортсмены. Наушники обеспечивают чистый звук и хорошую передачу басов, а микрофон, оборудованный функцией шумоподавления, позволит вам общаться с напарниками даже в условиях, когда вы сами себя не слышите. Компания Asus представила новый игровой ноутбук G70. Особенность новинки заключена в технологии Multi-Dual Engine. Суть в том, что архитектура ноутбука позволяет одновременно использовать два графических ускорителя, два жестких диска и даже двойную систему охлаждения. Что касается видеокарты, то портативный компьютер оснащен двумя платами NVIDIA 8700MGT с гигабайтом памяти на борту. Далеко не каждый геймер решается на покупку специальной игровой клавиатуры. Причин тому много, но новый девайс от A4TEC X7G100 вряд ли оставит кого-то равнодушным. Эта клавиатура имеет только самые необходимые для игры клавиши, благодаря чему она в три раза меньше обычной. Специальное водонепроницаемое покрытие защитит ее от случайно пролитого кофе, а специальные утяжелители обеспечат устойчивость даже во время самых жарких баталий. Здравствуйте! Сегодня мы увидим гонки второго этапа российского чемпионата Russian Gallardo Sprint Challenge. Гонки проходят на хорошо известной всем любителям автоспорта японской трассе Сузука, которая в прошлом году отметила 45-летний юбилей. Согласно регламенту, участникам предстоит преодолеть две гонки по 8 кругов общей протяженностью 93 километра. Судьбу по All Position решили 67 тысячных секунды. Именно столько выиграл победитель квалификации Николай Дорогайцев у занявшего второе место Петра Аксенова. За их плечами также развернулась нешуточная борьба. В итоговом протоколе квалификации первые 10 пилотов уложились в чуть более чем одну секунду за лидером. Впереди спинтерские 8 кругов дистанции и вторая гонка. Старт проходит спокойно. Большинство пилотов сохраняют свои позиции и аккуратно проходят в первый поворот, название которого в переводе на русский язык звучит весьма незатейливо. Первый. Отметить можно только не очень удачный старт Вадима Молина, который уже в самом начале гонки откатился с третьего на пятое место. Борьба за позиции идет очень плотная. В короткой гонке некогда раскачиваться и пилоты идут на грани своих возможностей и возможностей автомобиля. В 10 повороте опасную ситуацию создал Кирилл Боярский. В пологой скоростной дуге, предшествующей повороту, он не удержал машину, выскочил на гравий и машину понесло прямо на лидеров, к тому времени оттормозившихся перед медленной шпилькой. Только чудом удалось избежать серьезного столкновения. В первом повороте второго круга Петр Аксенов предпринимает классическую атаку на лидера. Выскочив из воздушного мешка в конце прямой старт-финиш, он перетормаживает Николая Дрогайцева и занимает внутреннюю траекторию. Николай пытается контратаковать, но допускает ошибку, которая вынуждает его пропустить идущих следом на третьем и четвертом местах Евгения Дюбова и Вадима Молина. Евгений на достигнутом не останавливается и чуть позже на этом же круге удачно проходит по внешнему радиусу десятый поворот. Уже знакомая нам шпильку на выходе равняется с лидером, реализует преимущество внутреннего радиуса в последующем пологом скоростном повороте и захватывает лидерство в гонке. Следующие несколько кругов проходят спокойно как у лидеров, так и у пилотов, борющихся за позиции ниже, но в самом начале пятого круга происходит одно из ключевых событий этапа – разбивает машину лидер Евгений Дюбов. На первое место снова выходит Аксенов и уже не уступает лидерство до конца гонки. Николай Дрогайцев, оправившийся после ошибки в начале гонки, выигрывает борьбу за вторую позицию у Вадима Молина, а затем после собственной ошибки Вадим уступает и третье место Роману Барсуку. После небольшого перерыва пилоты выходят на старт второй гонки. В соответствии с регламентом лучшие восемь пилотов, финишировавших в первой гонке, занимают первые восемь мест на старте второй, но в порядке обратном порядку финиширования. Остальные участники занимают место на стартовой решетке в соответствии с местом, на котором были классифицированы в первой гонке. К концу первого круга победитель предыдущего заезда Петр Аксенов отыгрывает три позиции и идет уже пятым, а не очень удачно выступивший Кирилл Боярский, также отыграв за круг три позиции, выходит в лидеры. Столкновение шедших вторым и третьим Владимира Вовина и Вадима Молина в скоростном повороте «Данлоп» упрощает задачу по прорыву наверх Николаю Дрогайцеву и Петру Аксенову, которые после удачного выступления в первой гонке стартовали с седьмой и восьмой позиций соответственно. К началу третьего круга четырех идущих впереди пилотов Боярского, Рыжих, Аксенова и Дрогайцева разделяет менее трех секунд. Лидер Боярский явно сдерживает идущих позади пилотов, но уверенно обороняется и вынуждает преследователей совершать небольшие ошибки, бороться между собой и терять время. На шестом круге Илья Рыжих вылетает в первом повороте и становится понятно, кто займет подиум второй гонки. Остается лишь узнать, как Петр, Николай и Кирилл поделят места на подиуме. На том же шестом круге Дрогайцев дожимает Боярского и выходит в лидеры. А вот второе место Кирилл уже никому не дает. Третья ступень перестала достается победителю первой гонки Петру Аксенову. Следом за Петром приезжает Илья Рыжих, а через 10 секунд вплотную друг за другом финишную черту пересекают Алексей Гром, Евгений Дюбов и Валентин Шаронов. Гонщики, занявшие с 8 по 13 места, финишировали на расстоянии от 30 до 50 секунд от победителя. Итак, закончился очередной этап этой интересной серии, подарившей много переживаний и пилотам, и зрителям. Но впереди в календаре еще 5 трасс и 10 стартов. До скорой встречи на виртуальных автодромах. Смотрите в следующий раз. Самая интересная информация из мира киберспорта. Правильные девайсы для настоящих киберспортсменов. Новые уроки школы виртуального спорта. И, конечно, самое интересное. Новые состязания между киберспортсменами. Все это в следующий раз. Новые состязания между киберспортсменами.